Во имя Отца и Сына, Святая Духа, Аминь. Церковнослужители окропляют святой водой плоды нового урожая. На столах в Первоурольском храме и ягоды, и винограды, и яблоки. После того, как их осветят, многие прихожане понесут их домой. Тамара Ряписова говорит, этими яблоками она собирается угощать родных. Они освящены святой водой. Это благодать Божья. И мы наполняемся этой благодатью. В народе этот праздник называют второй или яблочный спас. В этот день по традиции в церковь приносят плоды первого урожая. Те, кто пришел без своих фруктов, могут угоститься яблоками и в храме. Здесь их специально закупают к празднику. А после освящения предлагают всем желающим. Именно с этого дня на Руси разрешалось есть яблоки. До этого нельзя было употреблять в пищу любые плоды, кроме огурцов. Сегодня угощение с удовольствием принимает и шестилетний Саша. Мальчик говорит, что любит фрукты. Не забывает и о близких. Кого сегодня, как ты думаешь, яблочками нужно угощать? Маму, брат и папу. Папа Александра Василий Крига уверяет, повод прийти в храм более серьезный, чем яблочный спас. 19 августа отмечается один из самых важных православных праздников. Это преображение Господне. Считается, что в этот день души верующих преображаются. Василий признается, в церкви сегодня особенная атмосфера. При молитве, когда идет молитва, чувствуется, как бы, ну, в душе, как бы, волнение происходит человека. Ну, если сердце чувствует, как бы, это самое. Волнение у человека происходит, это не описать просто. По словам священнослужителей, праздник преображения Господня напоминает о событиях, которые произошли на горе Фавор. Когда Господь наш Иисус Христос взял Петра, Якова и Иоанна, ближайших учеников своих, взошел на гору, помолился и во славе своей, как говорит нам евангелист, во славе своей преобразился. Помолившись за родных, прихожане расходятся по домам. Свято веруя, освященные плоды обязательно помогут и духовно преобразиться. Александра Поддубная, Владимир Махмутов, Интера ТВ.